Итак, а решили ли вы, дорогие друзья, уважаемый член жюри, кто же задает вас? Андрей Напалько! Ребят, эстфакт не дает покоя. Колумба Береку открыл, а кто открыл Черниговскую лигу КВН? Мне просто повторять потом будет. Колумб открыл Америку, а кто открыл Черниговскую лигу КВН? Точно знает команда ВКВ. Повторяйте, Андрей. Артем, Колумб Америку открыл, а кто открыл Черниговскую лигу КВН? Полностью повторите. Колумб Америку открыл, а кто открыл Черниговскую лигу КВН? Андрей Напалько перед игрой коньяк открыл. Я, как человек, который был в гримёрной, могу сказать, что это неправда. Опасные гуси. Колумб Америку открыл. А кто открыл Черниговскую лигу КВН? Вахтерша утром. Я так понимаю, это капитан команды «Опасные гуси». А здесь у нас команда Харли Квин. Колумб Америку открыл. А кто открыл Черниговскую лигу КВН? Широкой душой человек. Тревожная мовчанка. Повыслан над компоною. Так, ну что ж. Минута на обсуждение-то есть. У нас было много. Ага. Маленькая тремница. Уже готов давать свой ответ. Это и Колумб Америку открыл. А кто открыл Черниговскую лигу КВН? Мне больше интересно, кто открыл фуршет после игры. Вахтерша всем утро. Колумб Америку открыл. А кто открыл Черниговскую лигу КВН? Какая разница? Сиди, тащись. Че ты? Конечно, приятно, что у другой команды нет авторитетов в мире КВН. Но, может быть, и не самый плохой совет. Я так думаю. Кому же достанется 0,2 балла? Думают сейчас члены жюри. Кроме Андрея Напалика, который выполняет совет от другой команды. Сидит и тащится. Итак. Гуси и Марик. Андрей, вы нарушили совет. Вы не сидели, вы привстали и тащили. Едем дальше. Два вопроса у нас осталось. И свой вопрос задает Андрей Дереземля. Ваши аплодисменты, дорогие друзья, особенно команды. Добрый вечер. У нас такой общий вопрос с моей помощницей. Почему молчит курица-гриль? Я не знаю, может, вы ей не рассказываете технологию приготовления? Маленькая таймница. Почему молчит курица-гриль? А вы думаете, как бы она говорила, было б краще? Я буду ставить вас в пример, Андрей. Некоторым другим членам жюри. Хотя вопрос вроде как простой, но не так уж просто дать на него ответ. Опровергли мои слова сразу. Почему молчит курица-гриль? Твоя помощница в порядке вообще? Продолжает гнобить жюри другая команда. А у нас ВКБ. Почему молчит курица-гриль? А она как Олег Лешко. Когда их жарят, они предпочитают помалкивать. Я не знаю, связано ли то, что происходит у нас на разминке с тем, что сегодня Международный День Мужчин. Но происходит что-то странное и непонятное мне. Вопрос, ответ от команды опасной гуси. Почему молчит курица-гриль? Зазвичай курка не разговаривает, но этого раза на автопатии, возможно, все. Харли Куин. Почему молчит курица-гриль? Договорилась. Итак, у нас все, все ответы получены. Жюри, обсуждайте. Не забудьте узнать мнение маленькой помощницы Андрея Дерезюбли. Она имеет полное право его высказать. Единственное, что интересно, получила она какие-то знания по своему этому вопросу. Что скажут жюри? Итак, ВКВ и Малая Катеринница. Ведет учет 0,2 баллов Артем Широкий. А у нас должен был бы быть женский вопрос. Валерий, вы в образе? Нет. Нет, где мужчин? Все понял, да. В образе. Друзья, у меня тоже такой будет короткий вопрос. Вот все говорят Лига Смеха, либо Лига Смеха. А я не понимаю, с какого Меха? Девять лет в жюри. Ни одной игры не пропустил. Лига Смеха, Лига Смеха. Я не понимаю, с какого Меха? С Зайчева. Юра, прощаюсь. Лига Смеха, Лига Смеха. Я не понимаю, с какого Меха? Ну, был я там. Ну, щупал. В общем, животное такое саблезубое, как острый ваш юмор в этом вопросе, Валера. Лига Смеха, Лига Смеха. Не понимаю, с какого Меха? Так, Лига Смеха, не шуток, а смеха. Лицемер. Очень трудно будет получить 0,2 балла в этом раунде разминки, хотя все может быть. Еще есть команда, которая свой ответ нам не дали. Будут ли они это делать? Судя по живому обсуждению, будут. Это у нас пятый вопрос. Шестой? Ах, Ольга, Ольга. Уж лучше бы вы. Итак, опасные гуси. Лига Смеха. А с какого Меха? Вы знаете, изначально проект должен был называться Лыган с Мехом. Но так как Потап бросил пить, проект пришлось переименовать. Другая команда. Лига Смеха. А с какого Меха? Да с моего ты чё? Мамма миа. Слава Богу, что это шестой вопрос. Я уже не знаю, до чего бы мы могли дойти, с учетом, чем мы заканчиваем. Что же, что же принесет нам жюри? Да, Валер, тебе и говорить. Да, ну, опять, две черниговские команды 0-2. А все потому, что не так много меха было там под рубашкой. Если бы много было, так сразу бы 0-2 заработали. Спасибо, дорогие друзья, спасибо за разминку. Это не то, что я вас отправляю за кулисы. Оставайтесь.